Фантастический сеанс И не связываясь с залом по микрофону На такое способен только шахматный гений Один из миллионов На девятой доске У нас было так Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6 Слон Б5, А6, Слон А4, Конь Ф6 Трокировка, Б5, Слон Б3 Слон Е7, простите, что я вас немного задерживаю Здесь ему уже 33 года Он только что перенес страшную операцию Чудом выжил и еще плохо держался на ногах Итог этого сеанса 7 побед Таля, 3 ничьи И удивительный фильм «Семь шагов за горизонт» Но Была в его жизни партия, которую он проиграл С открытыми глазами Не там, но в том же году Очень важную для него партию В самом главном турнире его жизни Который начался 10 лет назад И будет продолжаться еще 20 Его личный турнир С красавицей Салли Ландал Звездой рижской эстрады Которая вовсе не умела играть в шахматы Но как раз в этом и заключалась главная трудность Он легко предвидел каждый ход своих соперников-шахматистов Но тут была какая-то особая логика Стратегия Которая ставила в тупик его Победителя Если бы тогда кто-нибудь сказал Салли Ландау Что она выйдет замуж за шахматиста Она бы расхохоталась Она жила в другом мире Играла в театре Пела в джазовых оркестрах В советской и в то же время Глубоко не советской Риге У нее были толпы поклонников И вот к этому полку воздыхателей Добавился шахматист Они вместе встречали Новый 1959 год В ресторане Астория Их познакомил поклонник Салли Саша Замчук Вот на одном из таких вечеров На Новый год я ее познакомил С Мишей Таллин Это знакомство и решило И его, и ее судьбу На меня Миша не произвел вообще никакого впечатления Глаза Единственное, на что я обратила внимание Глаза Глаза были совершенно необыкновенные Эти соболеванные брови Эти глаза Он меня пригласил на танец Мы с ним потанцевали Саша мне говорит Ты знаешь, я с ним учился в школе Вместе мы сидели за одной партой Это он гений Но шахматный гений Салли совершенно не заинтересовал И она сбежала из ресторана Вместе с компанией приятелей актеров На дачу одного модного рижского художника Вряд ли Салли тогда могла оценить Кто встретился на ее пути Мир шахмат был ей чужд и непонятен У меня шахматы были в то время Как, ну, я не знаю Как если бы мне сейчас сказали Нарисовать картину Как рисовал ее Модельяне И вообще, по-моему, я его портрет Перепутала с портретом Ботвинника То, что я видела в газете Меж тем, звезда Таля Ярко и неуклонно всходила На спортивном небоскоре Он появился на шахматном поле Внезапно Как черт из табакерки Какая там размеренная жизнь Фейерверк самых невообразимых поступков Какая там тихая и спокойная игра Бурное выяснение отношений Дуэль с неожиданными выпадами Необъяснимыми жертвами И ловушками Это не человек, говорили про Таля Это шаровая молния Он побеждал во всех турнирах Он громил в пух и прах Шахматные авторитеты Ботвинник, Керес, Смыслов, Бронштейн Спаский, Петросян Таль сокрушил всех Что называется, с первого захода И на одном дыхании Чаще всего он играл против правил Его игру называли невозможной Жертвой некорректной Тренер приходил в ужас От легкомысленности своего подопечного Такое впечатление, что он проживал жизнь Так же, как он играл в шахматы И играл в шахматы так же, как он проживал жизнь Вот его Он был одержим какой-то идеей Которая ему казалась невероятной Красивой Фантастической И он шел на это Но, как и в шахматах Некоторые его жертвы потом оказывались некорректными Так и в жизни Выяснялось потом, что В данном случае Жертва, которую он принес в себя Она Тоже была некорректной В этом не было позы Не было игры Он просто не мог быть другим Но почему? И как мог получиться такой уникальный Вулканический Таль Случайной комбинации генов? Нет Хотя, конечно, в первую очередь Виновата мама Вторая половина лета 1936 года Выдалась в Риге очень жаркой Ида Таль Была на седьмом месяце беременности От городской жары спасалась на даче Хотя и на Рижском взморе В то лето прохлада не ощущалась Ида прилегла на низкую тахту И накрылась легкой простыней Вдруг рядом с ее лицом Пробежала огромная крыса От ужаса Женщина потеряла сознание Врачи стали побаиваться Не отразится ли шок На нормальном течении беременности Когда после родов Ей впервые принесли сына Ида увидела на его правой руке Только три скрюченных пальчика Ее вновь охватил ужас В трех пальчиках Определенно был какой-то тайный знак Но на этом мистика не кончилась В полгода Миша подхватил инфекцию Болел очень тяжело Врач сказал, что вряд ли мальчик останется жить Но при благоприятном исходе Такие дети становятся гениями Он пошел сразу в третий класс И окончил школу в 15 лет В семь начал играть в шахматы Которые захватили его целиком Когда Миша играл Он не замечал ничего вокруг Однажды, возвращаясь из школы С одноклассником Сашей Они ждали трамвай И вдруг я вижу, как Миша Повернул свою шапку Как-то боком Присел на корточки Вынул из кармана кусок мела И между рельсами нарисовал шахматную доску И стал думать над позицией Посторонние люди с тротуара Кричали, идет трамвай Трамвай остановился И с трудом удалось Мишу от этого оторвать Он говорит, а что? Я говорю, Миша, посмотри Где мы находимся? Мы сейчас вместе где-нибудь будем В морге в каком? У Таля была феноменальная память За ночь он мог прочесть Две толстенные книги Страниц по 600 каждая Знакомый Таля журналист Яков Дамский Однажды усомнился в том, что Миша действительно читает книги А не просто их пролистывает Тогда Таль попросил его наугад Открыть любую страницу И зачитать вслух первую строчку Только первую Все остальное Таль процитировал сам Память у него была нечеловеческая Из, скажем, всех академиков С которыми я знаком Я не знаю ни одного У кого была бы голова равной Тале Вот по емкости Но память для шахматиста Это не все Она важна для игры вслепую А для игры с Салли Память была вовсе не нужна Тут нужны были совсем другие качества Творческое остроумие Быстрота решений, действий И, конечно, обаяние гениальной личности Что, снова виновата мама? Не только Еще и Париж И некий Роберт, который влюбился В однокурсницу Иду Да так, что променял Париж на Ригу Но опоздал Ида вернулась из Парижа раньше И быстренько вышла замуж За доктора Таля Опоздавший Роберт Остался погостить В итоге они стали жить втроем Вследствие перенесенной болезни Доктор Таль не мог иметь детей Ида родила сына Но он был от Роберта Ситуация эта может показаться странной Но она устраивала все стороны этого треугольника Миша одинаково любил и своих родителей И Роберта Со временем он узнал, что Роберт его отец Но называл отцом только доктора Таля Очень сложная история Может быть и у Миши Поэтому было такое воспитание Что его, в общем-то, воспитывали два отца Может быть он не простил матери Измену доктору Талью Не знаю Много лет спустя Михаил Таль Создаст свой странный треугольник И даже какое-то время будет жить в одной квартире С бывшей женой и любовницей Больше всего этому сожительству будет возмущаться Мать Миши Ида Григорьевна Можно воскликнуть Вот что творит с нами генетика Или решительно возразить Это наследие порочных нравов буржуазной Латвии Которому не смог противостоять Даже гениальный советский шахматист Михаил Таль А может быть вспомнить Что великим шахматистам в нашей стране Тогда было позволено все Советский Союз в 60-х был шахматной меккой Шахматы были не просто любимой игрой миллионов Но и большой спортивной политикой страны советов В этом виде спорта мы были впереди планеты всей Шахматисты олицетворяли интеллектуальную мощь страны Когда в Советском Союзе была когорта Неубиенная мастеров высочайшего класса То это значило, что Советский Союз Самый умный в мире Парадокс состоял в том Что в эту парадигму верили Появление Таля в этой когорте Было воспринято как событие Не только исключительное, но и закономерное Еще одно подтверждение величия и непобедимости Он представлял безусловно романтические шахматы От которых отвыкли за время, скажем, царствования Ботвинника Который имел абсолютно научный подход Был шахматистом позиционного стиля А Таль вот оказался открытием В 1957 году вместе с первым спутником Опять символ, опять мистика Таль впервые покорил всесоюзный шахматный Олимп Стал чемпионом страны В 21 год Таль вернулся в Ригу победителем Он был счастлив Он не ходил, а летал Но тут судьба нанесла ему удар под дых Скончался отец Миши Доктор Таль Миша слег На нервной почве у него отказали ноги Ида сидела возле него и говорила Плачь Но он молча глядел стену Около двух месяцев Миша почти ничего не ел Он медленно угасал И тогда Ида Григорьевна решила отвезти Мишу на традиционный юношеский блиц-турнир Она понимала, что только игра сможет поставить его на ноги Так и произошло Подъезжает машина Выносит на руках Мишу Таля Поднимает его на третий этаж Усаживает его на стул И начинается фантастический блиц-турнир И я, не отрываясь, простоял все это время у его доски Белыми, черными, черными, белыми Так это все мелькало перед глазами Почти ничего я не понимал Но тем не менее Это фантастический результат, который был с 17-17 Он меня потряс А вот после этого блица День за днем он стал поправляться И пошел Как говорится, второй раз И все в порядке Через несколько лет это состояние нервного срыва Повторится после скандала с Салли Он опять не сможет встать с постели И вновь его спасет игра Но эта история впереди А тогда, в 59-м После знакомства с Салли Миша пошел в атаку Ведь он влюбился С первого взгляда И то, что Салли не захотела продолжить знакомство Его волновала мама Ее надо было завоевать Он начал просчитывать различные комбинации Устраивал случайные встречи на улице Подсылал к ней своих друзей Подкарауливал ее возле театра И однажды Талю удалось уговорить подругу Салли Привезти ее к нему домой Он открыл дверь Я так посмотрела на него Такой щупленький мальчик С огненными глазами С черными Он так посмотрел на меня И говорит Ой, а вы будете моей Беатричей Правда? Тут я немножечко обалдела Я говорю, не знаю Он говорит, ну пойдемте Я вам покажу Пойдемте Мамы сейчас нет Мама вышла погулять немножко Он говорит Пойдемте Я вам покажу квартиру А потом я слышала Что вы очень хорошо играете и поете Вы не хотите спеть что-то и сыграть? Я говорю Пока не хочу Салли спела тогда песню Которая стала для них обоих Своеобразным паролем на долгие годы Много раз потом будет слышать Салли Эти слова отдали И после очередной ссоры И когда жизнь разведет их в разные стороны Он будет звонить Салли Из разных городов мира И петь в трубку Я сказал тебе не все слова Растерял я их на полпути Я сказал тебе не те слова Их так трудно найти Потом будут говорить Таль взял Салли измором Устроил ей вечный шаг А он с самого начала был уверен в своей победе Как шахматист он был доволен дебютом Если бы она сразу сдалась Он был бы разочарован Сопротивление умножало желание Он приходил встречал с Салли Ждал когда она закончится Но он видел уже все спектакли с ее участием И нужно было подождать И он на проходной Играл в шахматы с пожарником Причем пожарник К этому относился совершенно нормально И даже говорил Ну когда-нибудь я у него выиграю Не очень ясно понимаю С кем собственно он имеет дело Иде Григорьевне Выбор сына был не по душе Однажды она пришла в театр И попросила Хомского Отговорить Мишу Жениться на Сале О ней по городу ходили разные слухи И она была против брака Она сказала что Я знаю как Миша к вам относится И поэтому вы должны его отговорить Она ссылалась на какие-то слухи И вот вы должны Миша рассказать Я сказала я этого не могу сделать У меня нет никаких для этого оснований Она очень расстроилась От того что я не смог Как сказать ей в этом смысле помочь И потом я сказала что Понимаете если люди любят друг друга То вряд ли мы даже с вами Их отговорим даже если мы очень этого захотим Вряд ли в тот момент Нашелся бы хоть один человек в мире Который уговорил бы Таля Разлюбить Салли Он считал что партия у него в кармане После спектакля Таль сажал свою желанную в машину Смотрел в ее рыжие глаза И предвкушал окончательную победу Однако Салли не собиралась сдаваться Самоуверенность Таля и его натиск И его натиск очень раздражали Почти с первых дней знакомства Он повел себя как хозяин И требовал чтобы Салли подчинялась его прихотям Она? Королева? Никогда! Однажды он не захотел отпустить ее на репетицию в театр Салли ответил, что личная свобода ей дороже его прихоти И тогда Таль влепил ей по щечкам Салли ушла А у Миши на нервной почве опять отказали ноги Скандал был опять по поводу того, что этот посмотрел на меня Или я пошла, или я не вовремя пришла Или я задержалась после спектакля Или все, я сказала, знаешь что, Миша, надоело мне все это Я не могу, понимаешь, так жить Не могу Это не мой дом Я себя чувствую спокойнее в своей малюсенькой комнатке И я себя чувствую счастливо, когда я выхожу на сцену Я не хочу, я не буду больше сюда приходить И не надо меня Мы с тобой не подходим друг к другу Понимаешь? Мы с тобой абсолютно живем в двух разных мирах Салли была уверена, что их отношения закончились Но тут вдруг позвонила Ида Григорьевна И попросила Салли навестить больного Мишу И дело тут было вовсе не в том, что Ида Григорьевна смирилась с выбором сына Просто под угрозой срыва оказалась поездка на Олимпиаду в Шейцарию И на турнир претендентов на мировую шахматную корону в Югославию Салли ответила тогда, что ее не интересует карьера национальной гордости Латвии И что Таль проиграл главную партию в своей жизни Их личный турнир завершен Салли ошибалась Матч-реванш был впереди А Таль все-таки нашел в себе силы подняться и поехать в Цюрих Страсть к игре вновь победила болезнь Он с блеском выиграл Олимпиаду Впереди был матч претендентов на мировую корону И матч-реванш с Салли Таль не сомневался, что победит в этих двух важных для него марафонах Матч претендентов проходил в Югославии в сентябре 59-го года Это была последняя ступенька к мировому шахматному Олимпу Никто из шахматных гигантов, ни Керес, ни Спаский, ни Петросян, ни Смыслов Не видели в Тале серьезного соперника В партии со Смысловом Таль подаваться из зрительного зала эффектно пожертвовал Ферзя Комментаторы тут же назвали это некорректной жертвой На 26-м ходу Смыслов был вынужден признать поражение И у Фишера, такого же наглого и гениального, Таль выиграл несколько раз Сказав при этом «Бобби ку-ку» Что это за ку-ку, Фишер не понял и очень обиделся на Таля Даже заплакал Он просто хотел его посмешить А ему было не смешно, он плакал Потому что он проигрывал, понимаете? Но первый, кто сказал о нем, что это гений, это был Миша В какой-то момент по Белграду разнесся слух Таль гипнотизер, путает мысли Рассчитываешь ты атаку, а тебе вдруг бабы начинают мерещиться голые Какая игра, когда в голове бабы? На поединок с Талем Бенка надел черные очки И играл партию в потемках Правда, ему это не помогло Таль закончил партию вечным шахом И стал победителем турнира претендентов В 23 года Из Югославии на родину Возвратился Михаил Таль Советский шахматист Победитель турнира претендентов Набрала встречу с чемпионом мира Батвинников От имени своих товарищей Михаил Таль сказал Он одержал одну победу и готовился ко второй Но первый ход в этой партии Салли сделала сама Вы знаете, как у детей это бывает Наспор Наш актер, Рома Векслер Говорит, ну вот Ты кинула Таля А он в Швейцарии первое место занял Я говорю, ну и что? Он всегда занимает первое место Он гениальный шахматист Я говорю, что ты хочешь этим сказать? Он говорит, а что он Даже если ты сейчас захочешь Он никогда к тебе не вернется Я говорю, а хочешь на спор? Он говорит, то есть Я говорю, вот мы сейчас с тобой поспорим Я говорю, на что хочешь? Вот я сегодня позвоню, да? А завтра или послезавтра он будет в Вильнюсе Салли знала, что Таль примчится к ней Как собачонка куда угодно Хоть на край света Она позвонила, Таль примчался Правда, край света оказался недалеко Всего лишь в Вильнюсе, где Салли была на гастролях Но зная характер Таля Можно предполагать, что он помчался бы к Салли куда угодно Хоть к черту на куличке В Вильнюсе друзья впервые назвали Салли и Таля Женихом и невестой И уже через несколько месяцев Таль обыграл Салли Матч-реванш завершился в ЗАГСе Авантюрист, игрок, великий комбинатор Он женился на ней обманом Начиналось все вполне безобидно Он затащил ее в ЗАГС на минуту Подать заявление Набрал что-то про полгода на размышления Про то, что она всегда может передумать Она, правда, заподозрила, неладно, еще на входе Знакомый из журнала Советский Союз Корреспондент Гриша Сияющий директор, цветы, марш Мендельсона Ковровая дорожка к столу Но отступать было уже поздно Я расписалась Я сидела, что-то улыбалась Этот Гриша подает мне эти три хризантемы Я говорю, зачем мне нужны белые хризантемы? Их же только на похороны кладут Этот директор говорит, латыш, правильно Это значит, что Миша похоронил вас Для всех остальных мужчин И вы теперь его собственность Все свершилось молниеносно Как в любимом шахматном блице Салли вошла в ЗАГС с сомневающейся невестой А вышла оттуда уже женой Прощай свободу Даже фамилию свою Ландау И ту отстоять не смогла Гриша снимал шаг за шагом, без передышки Она спросила у Таля Теперь о нашем браке будет знать весь Советский Союз? Нет, успокоил ее Таль Только его читатель Почти сразу после свадьбы Он стал звать Салли Саськой Сказал У Рембрандта была Саския А у меня будет Саська И еще Талю очень хотелось научить свою обожаемую Саську Играть в шахматы Ночью, это было всегда ночью Он будил меня в 3-4 утра Я говорила так Саська, хочешь играть в шахматы? Ну хорошо играть Я говорю, да, очень хочу Хотя в Орсе не хотела И мне это было в Орсе неинтересно Я говорю правду Он говорил, ну тогда я сейчас в уйме Говори, конь на поле Ж7 На какие поля может ходить? Я говорю, Миша, я спать хочу Ты сошел с ума? Он говорит, нет, говорит И я лежала в уйме Считала Это поле, это поле Это сюда, конь туда Это буквой Г Это было что-то невероятное Бог с тобой Из всех моих фигур Ты Самая ценная и универсальная Когда мой ферзь Этаким изящным красавцем Доминирует по всей доске И все остальные фигуры Восхищаются и пугливо На него посматривают Я говорю сам себе Это не ферзь Это моя королева Саська После фейерверка побед в Югославии Таль завоевал право Оспорить мировую корону У Михаила Ботвинника Самого Ботвинника Патриарха советских шахмат Матч названия чемпиона мира Проходил в марте 60-го года В Москве в театре имени Пушкина Михаил Ботвинник Как никто другой, пожалуй Был олицетворением Настоящего советского гроссмейстера Суровый, волевой Твердо идущий к цели Таль же был Полный его противоположностей Шут Гений с сумасшедшенькой в глазах Таль никогда не играл И не жил по правилам По тогдашним, разумеется, правилам Выверенным Идеологической линейкой партии Все говорили Вот появился Миша Таллин Там в Риге Талантливый парень Невероятный Какой-то совершенно уникальный А мальчик, между прочим Очень быстро подрос И стал главным претендентом На звание чемпиона мира И все говорили Да ну это все Это его романтика Эти его жертвы Вот он дойдет до настоящего шахматиста Вот Ботвинник его Причешет И вот они сели Друг напротив друга На сцене Пушкинского театра Ботвиннику 49 Талю 23 Михаил Моисеевич Ботвинник При очевидной Вот той самой некорректности Многих комбинаций Таля Он за доской Не справлялся С проблемами Которые Таль ухитрялся Постоянно ставить Вот этот искус Постоянно Как бы давление Психологическое Связано с тем Что Таль ничего не боялся И как бы вот фигуры шли вперед Все время Как бы наэлектризованной Патриарх шахмат Не был готов к такому повороту Этот наглый юнец Творил на доске Что хотел Глаза его горели Демоническим огнем В портере ликовали болельщики И патриарх Дрогнул Победа оказалась Более чем убедительна 12 с половиной На 8 с половиной очков Таль стал чемпионом мира Причем самым молодым Ему было 23 года Он не мог выйти из зрительного зала И вынужден был бежать Через черный ход После матча Толпа восторженных болельщиков Буквально затопила Всю площадь перед театром Близкие всерьез опасались За его жизнь Рига Рига Значит встречала Скажу вам прямо Своего латыша Своего знаменитого латыша Михаила Таля Я не знаю В городе остался ли кто-то Но может быть только больные люди Которые лежали в больницах Или дома По-моему Была вся Рига Оказалось Такое количество народу Что мы не могли Пройти к машине Ну во-первых Его сразу схватили на руки Его понесли Его подбрасывали в воздух Я, Мишина, мама И Руберт Боялись Чтобы мы не сломали Вообще ребра Кости Но когда мы сели Все в машину И вдруг я чувствую Машина начинает качаться Я думаю О господи Сейчас еще что-то случится С машиной И все И мы пропали Оказывается Эти люди Которые там встречали Они подняли машину На руки И машины Начали качать За блистательную победу Латвийское правительство Подарило Талю машину Дачу на Рижском Зморе Пройдет всего 30 лет И очень свободная Демократическая Латвия Забудет своего героя Дачу отберет правительство Квартиру прежний хозяин Бронзовую табличку С дома, где жил Таль Просто украдут Теперь на ее месте Совсем другая информация А памятник Своему кумиру Шахматному гению И просто другу Поставят в Вермандском парке Виктор Красавицкий И Хайм Коган Друзья Миш Мы ему двое Вот поставили Этот Мишу памятник Именно в том месте Где собирались Всегда шахматисты Играли на лавочках Там И он в том числе тоже Честь короны И шахматы на карте И он от поражения Не уйдет Мы сыграли Сталим 10 партий Преферранс В очко и на бильярде Таль сказал Такой не подведет Летом 60-го Таль и Салли Жили на даче Салли ждала ребенка И в полной мере Ощущала себя Женой гения К дому которого Не зарастает Народная тропа Таль вполне Соответствовал Образу гения У него были Гениальные странности Он надевал Левый ботинок На правую ногу А правый На левую Когда она Таскивал ее От шахматной доски И загоняла в ванную Он спрашивал Салли А в какой последовательности Я должен мыться Дом был Всегда переполнен Кошмар Начинался Прямо с утренней зорькой Когда приходили Пионеры С шахматными досками Они рассаживались И хмуро Перенимали У земляка Грассмейстера Его неподражаемой стиле Потом вваливались друзья Все как один Шахматисты Салли слушала весь день Эту взволнованную билиберду Скороговорки шахматных комбинаций И шутки Понятные лишь посвященные Ладья отходят С угрозой атаковать? Нет, с угрозой вернуться обратно Потом гости дружно шли на пляж Пили много коньяка Громко хохотали И расходились под утро Перед самым приходом пионеров И так каждый день В целом это было чертовски веселое время В ноябре 60-го Таль вновь победил На крупном международном турнире В Бледе Почему-то именно в Югославии Ему всегда хорошо игралось Вернулся домой И тут же угодил в больницу Оперировал Таля Знаменитый уролог Фрумкин Он сделал ему уникальную операцию на почке Однако через два месяца Боли возобновились И снять их можно было Только инъекциями пантопона Эта проклятая болезнь Вскоре отравит Талю жизнь Но первое, что она сделает Отнимет у него корону Почная колика бывает тоже Разные интенсивности Сильные боли в боку Которые не вызывают Таких мучительных схваток Но Миша тут же их купировал Он пытался купировать Ему давали обезболивающее Делали обезболивающее Был какой-то перерыв Может за счет этого перерыва Он мог попасть в цепнот 5-10-15 минут Но да, такие случаи, когда он играл С болями были К матчу-реваншу с Ботвинником Таль готовился, превозмогая Острейшую почечную боль За две недели до матча Он пережил еще и сердечный приступ По настоянию рижских докторов Таль предложил противнику Перенести матч Но Ботвинник потребовал справок Причем железных Заверенных солидными столичными медиками Таль оскорбился И вышел на бой Он действительно метался По этому салону Ну просто как тигр в клетке Вы знаете Он курил Он бегал Он был зол Он не мог ничего съесть Поэтому он кричал всегда Коньяк Коньяк Не буду ничего кушать Коньяк Укол Вызовите скорую помощь У него были дикие Совершенные Приступы почек Ничего не помогало Бой получился неравным Ботвинник был в очень хорошей форме А Талю перед каждой игрой Вкалывали обезболивающее Первый матч Который они играли Это как бы Для Ботвинника Было возможность Получить информацию О сопернике Вот информацию он получил Дальше Таль праздновал А Ботвинник готовился И если Ботвинник Вызвал на матч реванш Значит Он был уверен В том что Он заново Познал Творчество Таля И когда я ему Миша об этом сказал Он говорит Да нет Марк Евгеньевич Ну что вы Я легко выиграю этот матч Если бы Таль готовился К матчу реваншу Может быть ему удалось бы Победить Ботвинника Не взирая на приступы боли Но с другой стороны Таль гений импровизации И стелить соломку Было не в его правилах А вот Ботвинник Просчитал Таля И не дал ему сыграть В любимом атакующем стиле Он гасил все порывы Чемпиона мира Болельщики Затаили дыхание Таль проиграл Вернувшись домой в Ригу Он сказал матери Знаешь мама Я самый молодой Экс чемпион мира В истории шахмат Как-то Таля спросили Что станете делать Если вы перестанете Быть чемпионом мира А у меня останется Моя королева Саська И я всегда буду Отцом своему сыну Он искренне верил Что приставка экс В его партии Салли Не появится никогда За полгода до матча реванша 12 октября 60-го года У Михаила Таля и Салли Родился сын Мальчика назвали Гера Таль придумывал сыну Бесконечные шутливые прозвища Гусеныш Гусь Булочка Он с восхищением Рассматривал сына Со всех сторон И делал для себя Все новые открытия Салли смотри У него настоящий нос А губы Складывалось такое ощущение Что он никогда не видел Маленьких детей Впрочем Так наверное было На самом деле Тогда он был По-настоящему счастлив Очередной шахматный турнир Таль делает ход И вдруг замечает Что в толпе зрителей Появляется Его рожеволосая Салли С маленьким Герой На руках Таль перескакивает Через ограждение Мчится к жене И начинает целовать ее На глазах Изумленной публики Что вы позволяете Себе на людях Возмущается потом Ида Григорьевна Мамочка На людях Неудобно целовать Чужую жену А свою Очень даже удобно Гусеныш давно вырос Теперь он живет В Израиле Но часто приезжает В Антверпен К своей матери Все воспоминания Которые остались И которые Можно сказать Согревают До сегодняшнего дня Это например Как отец Читает мне вслух Я поехал На турнир из дому Моему сыну К тому времени Исполнилось Три с лишним года И он Очень любил Когда я ему читал Корнея Ивановича Чуковского И вот По совершенно Непонятной ассоциации Мне вдруг вспомнились слова Ох нелегкая Это работа Из болота Тащить бегемота Я смотрел на доску Внимательно смотрел на доску Но перед глазами У меня было совершенно другое Вот как из болота Этого бегемота Тащить Бегемот в болоте находится Ну можно там Беревочную лестницу Спустить Можно его попытаться Домкратом Можно как-то еще там Снизу его выталкивать В конце концов Эту партию Мне удалось выиграть Но наибольшее удовольствие Мне доставила Фраза из газетного отчета Там на следующий день После тщательного Изучения всех Возможностей Таль решился на жертву фигуры Если бы знали Какие возможности Я тщательно изучал Если Таль надолго Задумывался над доской Это вовсе не означало Что он ищет Выигрышный ход Он мог просто Просчитывать Красивую комбинацию Именно красивую Неожиданную Пусть даже Некорректную Такое тоже бывало Но изящную И оригинальную Таль обожал игру Игру как-то Впрочем Жизнь и игра Для него были Суть одной и то же А играть всю жизнь В шахматы С одним и тем же Партнером Невозможно Чем больше партнеров Тем лучше играешь В шестьдесят втором Салли наконец узнала То о чем давно Шепталась Сарига У Талли есть Любовница И вдвойне было обидно Что роман на стороне У мужа начался В то время Когда они ждали ребенка Таль вновь играл Против правил Соперница оказалась Фигурой малозначимой И вскоре исчезла Из их жизни Но место любовницы Шахматного короля Пустовало недолго Сначала Таль завел роман С известной пианисткой Потом с алистской Ансамбля «Березка» Странное у него было Отношение к семье Он обожал сына Он восхищался Салли И называл ее Моя королева Но при этом Упрямо искал Приключения на стороне Его любовь к Салли Не имела никакого Отношения к его роману Таль считал Что мимолетные увлечения Не могут разрушить семью Если встретятся Два сердца молодых Им скрываться Ни к чему Но наступил момент Когда у его королевы Салли Появилась серьезная соперница И претендентка На королевский престол Тогдашняя звезда кино Лариса Соболевская Партия Тали с Ларисой Длилась несколько лет Дело дошло до того Что Соболевская Стала открыто Называть себя женой Тали Салли терпела достаточно долго Но роман Тали Соболевская Видимо переполнил Чашу ее терпения И Салли отомстила Она тоже завела Интрижку на стороне С одним Высокопоставленным Чиновником Латвии Да Появился у меня мужчина Странно он появился Вы знаете Я пришла к Мише в больницу И он пришел с Мишей Поиграть в шахту А потом когда я сказала Ну Мишенька я пойду домой Потому что надо Герочку уже кормить Министр мне предложил Давайте я вас подвезу Я говорю Да нет Тут до нашего дома Десять шагов Я говорю Очень близко Он говорит Ну у меня машина Внизу давайте Все-таки я вас провожу Подвезу на машине Я говорю Ну хорошо И я увидела Тогда Мишину взгляд В тот вечер Министр подвез ее домой На свои персоналки Вскоре их отношения Из-за разряда невинных Перешли в серьезный Когда Тали узнал Что у Салли есть министр У него было такое лицо Будто он в игре Зевнул фигуру В начале 64-го года Накануне очередного турнира Таля вызвали в ЦК КПСС Вы всемирно известный человек Но вы живете в Советском Союзе Стало быть вы советский человек У вас есть жена, ребенок А все вокруг В том числе и на Западе Судачат о том Что у вас есть и любовница Вы уж как-нибудь разберетесь Или продолжайте жить с вашей женой И забудьте любовницу Или разведитесь с женой И узаконьте свои отношения С любовницей Таль не хотел разводиться И ответил достаточно резко Что это его личное дело Реакция последовала незамедлительно Талю запретили выезжать из страны Он вернулся в Ригу В полном смятении Предстоял выезд на международный турнир Которого он с нетерпением ждал Как вспоминала потом Салли Она никогда не видела Мишу Таким растерянным Салли решила спасти ситуацию И сама подала на развод Странный это был развод Таль договорился с судьей И с Салли отправилась в суд одна Женщина-судья Задала один единственный вопрос Какую фамилию хотите оставить? Таль или Ландау? Ландау Ответила Салли Таль, вернувший доверие партии Уехал защищать честь стран В 69-м Таль приехал в Грузию На турнир по Блицу Играл как всегда блестяще А сразу же после турнира Лег на сложнейшую операцию Ему удалили почку Никто не верил, что он выкарабкается В журнале шахматы Предусмотрительно набрали текст некролога Но Таль вышел Через месяц после операции Таль выиграл очередной турнир В одной из партий он пожертвовал Ферзя И заметил при этом Не правда ли, неплохо для покойничка Свою выписку из больницы Таль отмечал в ресторане Хирург, оперировавший Таля Застал его там случайно На столе чудом выжившего пациента Стояли сплошь запрещенные докторами продукты И напитки По списку Там же в Грузии Таль сыграл еще одну Блиц-партию Ее звали Ира Через несколько дней после встречи Они поженились У нее была жизненная трагедия Ее оставил мужчина Который должен был на ней жениться Видный грузинский мужчина Известный в Грузии человек Борец Спортсмен Это был такой позор Такая боль для нее Невеста сбежала от Таля На третий день после свадьбы По одной версии Таль сам предложил девушке Сыграть этот шахматный тюд Со свадьбой, ревностью и побегом По другой Грузинская княжна просто использовала Таля Для того, чтобы ее возлюбленный Горячий грузинский джигит Понял, какое сокровище он потерял И так это и было Девочка победила А Миша получила Шах и мат Но может быть была еще И третья версия Талю просто хотелось семьи и покоя Он никак не мог прийти в себя После потери Сали После грузинского Блица Талю ехал на родину Но принципиальные латвийские власти Запретили ему принимать участие В чемпионате СССР Который проходил тогда в Риге Обвинив в измене Не нужен нам такой гений Который готов променять Латвию на Грузию И отобрали дачу Чтобы не повадно было Единственное, что ему разрешили Это выступать в роли комментатора Таль согласился Машинистку, которой Таль диктовал отчеты После туров Звали Геля Через два года Она станет женой Таля А в 75-м родит ему дочь Жанну Мама Таля Ида Григорьевна Не приняла Гелю Она считала, что единственная женщина Достойная ее сына Это Салли А Талю было достаточно И вполне обычной жены Он не умел заботиться о себе сам Она создавала вокруг него То поле В котором Миша было уютно Она готовила ему еду Она Решала за него Массу бытовых проблем О которых даже неприлично говорить Например, заставляла чистить зубы Заставляла мыть руки Я могу сказать совершенно откровенно Как бы я к Гелю не относилась И как бы она ко мне не относилась Я была спокойна только тогда Когда я знала, что он с ней Видимо тогда, решив, что ее турнир с Талем Окончательно завершен Салли уезжает в Германию И забирает с собой 18-летнего сына Таль, скрепя сердце Подписал им разрешение на выезд Он был уверен, что Салли и Гере Там будет лучше Но все оказалось не так безоблачно Как хотелось бы Особенно тяжело было Гере Который не смог продолжать учебу И тогда Таль совершил невозможное Он добился возвращения Геры в страну Салли осталась в Германии одна Таль по-прежнему, как все годы их жизни Часто звонил ей И пел в телефонную трубку Я сказал тебе не все слова У него глаза загорались Когда он говорил с Саськой по телефону Вот из любого дома У него загорались глаза Это же видно Отбывает ли человек или мужчина Обязательный номер Или это искренняя И это произвольная программа И однажды Произошло необычное Это был 81-й год Миша попросил Салли Приехать к нему на турнир в Малагу В голос его были такие интонации Что она сорвалась И полетела к нему Тогда на несколько дней Все вернулось Они вновь стали семьей Она стирала его любимую рубашку Он уходил в ней на игру И побеждал Он занял первое место И сказал ей то Что она отчаянно хотела услышать когда-то Я был чемпионом только с тобой Ты всегда приносила мне счастье Тогда казалось, что судьба дарит шанс Начать все сначала Но это было уже невозможно Они жили в разных странах И потом в Риге у него уже была семья Он знал семь языков И мог уехать жить в любую страну Но Таль никогда не хотел уезжать Для него главной была игра В 88-м Таль становится первым чемпионом мира по блицу Обойдя при этом и Анатолия Карпова И Гарри Каспарова Таль вновь подтвердил Что он лучший Среди сильнейших шахматистов мира Его давно уже интересует только игра В жизни же все по-другому Где-то в глубине души Он уже осознает Что на земле будет гостем недолгим И поэтому на лекарства и режим Просто машет рукой Жизнь против правил была Единственной возможной для него формой существования Он ест что хочет Бьет сколько хочет Выкуривает по пять пачек Своего любимого Кента Ночами напролет режется в покер Или играет в свои любимые шахматы Уставший от такой жизни Геля Уезжает с дочерью Жанной в Германию Благо там в своем доме проживает поклонник Таля Который давно приглашает всю семью у него отдохнуть И предлог нашелся Жанночку надо оздоровить Таль недолго оставался один В его жизни появилась Марина Его последняя любовь Его последняя жена Впрочем, официально они так никогда и не расписались Я не считала Гелю своей соперницей Реально я понимала, что Миша не может обойтись одной женщиной Ему, понимаете, переезды Кто-то должен был стирать, кто-то гладить За Мишей нужно было ухаживать Салли как-то спросила у Таля Что он нашел в Марине Саська, ты же знаешь, что больше всего в женщинах я люблю доброту Она очень и очень добрая Марине досталось не самое лучшее время Больницы, турниры и снова больницы В мае 92-го Таль играл в Барселоне Внезапно ему стало очень плохо Его перевезли в Москву И поместили в 15-ю больницу В конце мая 92-го года Главврач переходил из палаты в палату И никак не мог придумать Как подбодрить лежащую здесь знаменитость Состояние известного на весь мир шахматиста Было таково, что каждый день мог стать для него последним Врач вошел в палату и не поверил своим глазам Постель умирающего гроссмейстера оказалась пуста Дежурная сестра сообщила, что несколько минут назад больной ушел из больницы Таль спешил на турнир Таль играл последний блиц-турнир в Москве Там было 8 человек, мы играли в два круга И турнир я выиграл, но проиграл в нем одну парцию Талю Таль пожертвовал фигуру, некорректно пожертвовал Я отбил атаку и просто вошел время Потому что не сумел в 5 минут справиться с проблемами, которые ставил Таль Вот это, наверное, тоже какая-то такая высшая, что ли, истина шахматная То есть вот буквально совсем вот уже в последние свои дни Таль все равно был в состоянии играть в те шахматы Которые принесли ему вот ту бессмертную славу Один знакомый поздоровался с Талем Таль ответил спасибо За что спасибо удивился знакомый? За то, что узнали Ему было тогда всего 55 лет Талю стало плохо около 10 вечера Я сразу позвонила в реанимацию Пришли одни врачи, потом пришли другие врачи Здесь я увидела, как уходит жизнь Когда стеклянеют глаза Зрачки сузились И это очень страшно Михаил Нехемевич Таль ушел из жизни 28 июня 92 года Таля похоронили в Риге На похоронах звучала музыка любимого им Рахманинова В могилу бросали не коми и земли А шахматные фигуры Миша как-то сказал Салли Ну что ты ссоришься со мной? Мы все равно будем вместе И памятник на могилу мне поставишь ты Так оно и вышло Партия закончилась Кто выиграл, кто проиграл Я каждую ночь думаю об этом и думаю, Салька Ну может быть все-таки ты виновата А может быть ты должна была все-таки бросить свой театр Ну и сидела бы себе у своего пианино Играла бы и пела Он продолжает жить со мной А я жду до сих пор его звонка Это правда Я сказал тебе не все слова Растерял я их на полпути Я сказал тебе не те слова Их так трудно найти Как была бы эта ночь светлая Если бы не тени до глобой Если бы догадалась и пришла Догадалась без слов Субтитры создавал DimaTorzok